Всем добрый вечер, в эфире выпуск новостей, с вами Егор Матаев. В начале, как всегда, о главных темах. Итоги работы бюджетной системы региона за 2020 год подвели на коллегии Министерства финансов Алтайского края. В заседании принял участие губернатор Виктор Томенко. Подробнее в выпуске. Мезюлинскую рощу в Барнауле готовят к обновлению, но жители близлежащих домов недовольны проектом, предложенным администрацией города. Ее представители вышли к жителям на открытый диалог. Каков итог? Узнайте через несколько минут. Бродячие собаки продолжают держать в страхе жителей Рубцовска. Только за прошлую неделю зафиксировано три нападения на людей в разных районах города. Почему животных не отлавливают, разбиралась наша съемочная группа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова находится в красной зоне. Сервис Яндекс оценивает барнаульские пробки в максимальные 10 баллов. Поэтому советую вам выбирать оптимальные маршруты объезда. А теперь продолжаю выпуск. В Красногорском районе закрыта трасса из-за подтопления. Речь о дороге Красногорская, Карагайка, Ивановка. Паводковые воды повредили участок трассы. Дорожники Юго-Восточного ДСУ отсыпают дорожное полотно инертными материалами для восстановления проезда. Угрозы жизни местных жителей нет. Ситуация на контроле администрации района, а также Министерства транспорта края. В связи с повышением температуры произошло обильное снеготаяние. Сход талых вод и повышение уровня воды в реке Иша и река Чепша. У нас произошло затопление и разрушение участка дороги. Село Красногорское, поселок Ивановка. Движение на данном участке закрыто. Установлены при запрещающие знаки, естественно. Отрезанным оказался вот этот поселок Ивановка. На данный момент в нем у нас 15 человек проживает. Детей нет. Угроза подтопления самого поселка отсутствует. Напомню, также закрытой остается трасса Алейск-Безголосово. По прогнозам Минтранса, движение на этом участке будет возможно только в мае. И к другим темам. Майские праздники в этом году пройдут без шашлыков. С 28 апреля в крае введен особый противопожарный режим. Когда он закончится, пока неизвестно. Но как минимум в ближайшую неделю костры сжечь запрещено, сообщают сотрудники МЧС. Получить штраф можно из-за разведения огня в мангале, а также сжигания прошлогодней листвы и травы. Причем в любых местах, и на полях, и на частных владениях. Также запрещено посещать леса, использовать пиротехническую технику и автотранспорт с неисправной выхлопной системой. Штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Призвание мужественных и смелых. Сегодня отмечается День пожарной охраны. В нашем регионе в рядах федеральной противопожарной службы работают больше 4 тысяч сотрудников. В 2020 году они ликвидировали более 13 600 возгораний и спасли более 400 человек. С начала года спасатели нашего региона потушили больше 2 тысяч пожаров. Различными ведомственными наградами МЧС России награждены 415 сотрудников и работников Федеральной противопожарной службы. Итоги работы бюджетной системы региона за 2020 год подвели на коллегии Министерства финансов Алтайского края. В заседании принял участие и губернатор Виктор Томенко. Он подчеркнул, что исполнение консолидированного бюджета сложилось выше первоначальных оценок. Доходы за 2020 год составили больше 154 миллиардов рублей, что на 22% выше уровня предыдущего, 2019-го. Все установленные социальные выплаты населению финансировались в плановом порядке. Было отмечено, что благодаря федеральным и региональным мерам поддержки, своевременному принятию решения удалось минимизировать последствия распространения коронавирусной инфекции. Выйти на положительные итоги года. В середине года мы реализацию некоторых программ, исполнение каких-то расходных обязательств приостановили. Но когда стало ясно, что ситуация выправляется, мы возобновили всю нашу деятельность в этой части, в части освоения финансовых средств, выполнение всех национальных, региональных проектов развития, государственных программ. Восстановили и даже принимали некоторые решения по увеличению некоторых направлений расходов, решая самые главные, ключевые задачи. Это как-то смягчать последствия коронавируса. Также глава региона поставил задачи на 2021 год перед финансовыми органами региона. Например, обеспечение стабильного функционирования бюджетной системы края, повышение доходов граждан и выполнение майских указов президента Российской Федерации. Продолжится и реализация национальных проектов. Новые задачи, которые поставил президент Российской Федерации в своем послании к Федеральному собранию, такой целый большой пакет мер социальной поддержки, причем некоторые еще, конечно, вот они прозвучали в таких общих замыслах, но конкретное их приземление, конкретная их реализация, это еще большая работа, которая, конечно, в большой степени и на ваши плечи тоже ляжет. В условиях роста кредитных задолженностей населения края кредиторы нарушают федеральный закон, который регулирует их общение с должниками. Общая сумма долга жителей региона по просроченным займам в прошлом году превысила 11 миллиардов рублей. За текущий период этого года в Федеральную службу судебных приставов поступило 169 обращений от алтайских должников. Все они сообщали о неправомерных действиях кредиторов, которые раньше действовали не всегда законно, а именно. За последние пять лет кредиторам и их представителям вынесли 200 предписаний за нарушение федерального закона, которые регламентируют общение с должниками. Общая сумма штрафов по административным делам составила 7 миллионов рублей. По 50 протоколов сотрудники контролирующих органов составили в 2019 и 2020 годах. Однако в 2021 эта цифра может увеличиться, так как за 4 месяца уже 25 кредиторов нарушили закон и заплатили больше 700 тысяч рублей за это. Как я говорил ранее, еще 169 жалоб ожидают своей очереди на рассмотрение. На правомерных основаниях кредиторы имеют право на один телефонный звонок и два сообщения в сутки, либо одну личную встречу в неделю с должником. Беспокоить должника в рабочие дни запрещено с 10 вечера до 8 утра и выходные праздничные дни с 8 вечера до 9 утра. При любом взаимодействии кредитору запрещено применять физическую силу, использовать методы, опасные для жизни и здоровья, оказывать на задержанника психологическое воздействие. Однако есть нюанс. Если человек заключил договоры в разных кредитных и микрофинансовых организациях, то частота взаимодействия с ним будет определяться по каждому договору отдельно. Для того, чтобы привлечь назойливого кредитора к административной ответственности, необходимо иметь полную доказательную базу. Необходимо приложить будет копию кредитного договора, договора займа, распечатку телефонных звонков, входящих сообщений, которые можно получить либо у оператора связи, либо через личный кабинет свой. Также необходимо при наличии приобщить аудиозаписи, телефонных переговоров, скриншоты текстов сообщений. В случае нарушения порядка взаимодействия, гражданин может обратиться в управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю с помощью письменного обращения. Также можно это сделать через интернет-приемную с официального сайта управления. И к другим темам. Мезюлинскую рощу в Барнауле готовят к обновлению. В прошлом году она вошла в число победителей голосования за общественные территории, и подлежащие к благоустройству. Но жители близлежащих домов недовольны проектом, предложенным администрацией города. Ее представители вышли к жителям на открытый диалог. Больше двух тысяч человек проголосовали в прошлом году за благоустройство Мезюлинской рощи. Это около 10% от числа всех голосов. Но жителей не устроил предложенной администрации проект. Больше всего люди опасаются за зеленые зоны. Даже устраивают акции в защиту деревьев. В ходе диалога слышим и предложения по корректировке в целом, проектной документации по пешеходным связям, по видам покрытия. И перед нами стоит большая задача. Очень оперативно и в сжатые сроки собрать, аккумулировать все эти предложения, которые сейчас поступают. Снос деревьев предусмотрен, но только тех, которые представляют угрозу для гуляющих в роще. Сегодня жители проголосовали за вырубку опасных деревьев и отметили их краской. Задача, наверное, основная – сделать этот проект народным. Чтобы вот эта территория, Мезюлинская роща, была действительно удобна для наших граждан. И все то направление, все те дороги, по которым они привыкли ходить, мы обязательно учтем в проекте. В роще отдыхают люди разных категорий. Это собачники, которым нужны площадки для выгула животных, люди пожилого возраста, которым нужно больше возможностей для отдыха, и активное население, которым необходимы велодорожки. Поэтому в город администрации предложили жителям назначить представителя от каждой категории. Будет создан комитет с привлечением инициативных граждан, куда, надеюсь, и я, наверное, попаду. И будем устраивать диалог власти с жителями. Инициативная группа соберется после праздников на площадке администрации города. Учитывая все предложения жителей, в проект внесут изменения. Уже в мае подрядчик приступит к работе, а завершить проект планирует в сентябре. Юлия Шеламова, Анатолий Фукс, Новости. Бродячие собаки продолжают держать в страхе жителей Рубцовска. Только за прошлую неделю зафиксировано три нападения на людей в разных районах города. Почему животных не отлавливают, разбиралась наша съемочная группа. На кадрах любительской съемки стая бродячих собак невозмутимо пробегает мимо городской администрации. И это после трех нападений на людей за прошлую неделю. Вот уже два года Рубцовская мэрия не может заключить контракт на отлов животных. Ни одна организация в городе не подала заявку на участие в конкурсе. В соответствии с федеральным законом усыпить животное мы не можем. Каким-то образом воздействовать на него мы также не можем. Та организация, которая окажет нам услугу, это будет отлов животного, проведение с ним определенных манипуляций и возврат животного в среду обитания. По муниципальному контракту за отлов одного животного предлагают 3,5 тысячи рублей. В действительности, по мнению сотрудников город-администрации и зоозащитников, на все необходимые процедуры требуется в три раза больше. Контракт по отлову не предусматривает следующей работы. Не входит такая процедура, как чипирование, не входит такая процедура, как стерилизация. Из содержания самое, наверное, такое яркое, это не входит в паение, не входит в иглу. Во многих городах отловом собак по контракту занимаются зоозащитные организации. В Рубцовске есть защитники животных, но и они не подают заявки на конкурс. Боятся, что не справятся с задачей, в том числе и из-за неизбежных финансовых проблем. Собаку надо выловить, собаку надо оздоровить, собаку надо стерилизовать, вакцинировать, чипировать, кормить ее, найти ей добрые руки. А если не найдутся добрые руки, то отправить ее на то место, откуда ее забрали. Но зубы никуда не делись у этой собаки, то есть она осталась также зубами и дальше будет кусать. В ситуацию вмешались контролирующие органы. Краевой следственный комитет возбудил проверку. По мнению сотрудников мэрии и зоозащитников, единственный выход – это поднять расценки на отлов. Для этого администрация города направила запрос в Краевое управление ветеринарии, чтобы им позволили провести аукцион на новых условиях. Софья Житина, новости. Стало известно, кто вскрыл дверь жительницы Заринска. Напомню, две недели назад в квартиру Светланы Панкратьевой постучались неизвестные, которые представились полицией и сказали, что пришли провести обыск. Светлана позвонила в дежурную часть Заринской полиции. Там об обыске ничего не знали, поэтому сразу отправили на адрес оперативную группу. В это время дверь уже начали пилить. Наш телеканал связался с главным управлением МВД по Новосибирской области. Там нам ответили, что в Заринске в служебной командировке находились сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления по Новосибирску. Они искали подозреваемую в мошенничестве. Силовую поддержку осуществлял ОМОН, управление Росгвардии по Новосибирской области. По адресу, который был известен силовикам, женщина отказалась открыть дверь. После проникновения в квартиру сотрудники установили, что подозреваемой там не оказалось. По данному факту ГУМВД по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки. Барнаул готовится ко Дню Победы. Визуальное оформление города в этом году связано с юбилеем первого космического полета. Поэтому две трети праздничных плакатов будут посвящены летчикам, героям Советского Союза, многие из которых окончили Барнаульский аэроклуб. На девяти плакатах изобразят героев Советского Союза, именами которых названы улицы Краевой столицы. Еще один плакат посвятят Василию Баклакову, первому командиру 28-й лыжной бригады, сформированной на Алтае. В этом году в библиотеке имени Шишкова прошла презентация книги об этой бригаде. Всего в городском оформлении задействуют 30 сюжетов. Завершить монтаж баннеров планируют уже сегодня. К этому часу у меня пока все. Итоги дня, как всегда, в 20.30. Оставайтесь с нами.